Встретить холода без батареи рискуют жители одного из домов на улице Химиков. Несмотря на то, что капитальный ремонт там продолжается уже 8 месяцев, система отопления до сих пор не готова к работе. В чем причина сложившейся ситуации и почему жители бьются за каждый сантиметр площади своих квартир, расскажет Дмитрий Коньков. Освещенный солнцем диван – единственное место в квартире Надежды Костенко, где можно согреться. По графику отопление в доме должны включить через два дня. Но женщина опасается, что в ее квартире будет только холоднее. Батареи не подключены ни в комнате, ни на кухне. Поэтому валенки у пенсионерки всегда на готове. А если снег полетит, что делать будем? Такая же ситуация и в других квартирах этого дома в микрорайоне Хромпик. Как рассказали жители, капитальный ремонт начался еще в феврале. За это время рабочие установили новую кровлю, начали ремонт фасада, заменили трубы водоснабжения и канализации. Закончить монтаж системы отопления обещали до 4 сентября. Но слова не сдержали. Жители рассказывают, что строители выходили на работу не каждый день. И порой отсутствовали по две недели. Есть претензии их качеству ремонта. Очень плохо. Как-то странно это прямо. Меня и то бесит. Ну это что за вот такие вот шныры? Еще одна проблема, с которой столкнулись жители, это сокращение площади квартир. Вместо замены старых труб, расположенных под полом, строители проложили новые в квартирах. В доме развернулись сражения за каждый сантиметр жилплощади. Мы с мужем не дали вот здесь везти трубу и сказали, давайте под полом. Ну как было, в общем-то. Потому что жизненное пространство, если бы они тянули здесь трубу, у нас 10 сантиметров забрали бы. И мы бы ничего к стене не подвинули. Строители признают, сроки выполнения работ они действительно сдвинули. Но сделали это в силу объективных обстоятельств. Да и прокладка труб внутри квартир, по их словам, мера вынужденная. Тяжело с персоналом рабочим. У нас всего один человек. И все приходят помощники, и все нездоровые. То есть полчаса поработают, день максимум все уходят. Сегодня рабочие начали красить фасад здания. А вечером должна выйти бригада для сборки системы отопления. После проведения опрессовки дом будет готов к началу отопительного сезона. Строители обещают, что работы по замене внутри домовой коммуникации они закончат в течение недели. Жители дома очень рассчитывают на это. Но тем не менее, уже сейчас готовят коллективное обращение в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Дмитрий Коньков, Денис Кромцов. Новости. Первоуральск. Первоуральск.